Физкульт привет, друзья! Вот мы с вами в Вегасе. Я первый раз на Олимпии. И сначала, конечно, мы идем на выставку набрать, как всегда, различных сэмплов, протеинчиков, журнальчиков и все, что с этим связано. На рюкзачках. Короче, все, что здесь сдают, вы уже видели. Вот у нас такие штуки. Все у нас бесплатно. Расскажем вам потом, почему. Ну, а пока поехали смотреть, что здесь есть. Посмотрите, насколько здесь все классно обставлено. Наши любимые представители. Вот. Не нужно представлять, кто это, да? Конечно же, куда же без Девана Джонсона. Сама стена оформлена тоже. Все очень круто. Настоящие качки оценят. Мне очень нравится, я впечатлен. Конечно же, все очень круто. Красиво. Но это все только холл. Конечно же, только холл. Вот представление самого главного действия, конечно, которое пройдет. Ну, ждем. Я так думаю, что Фил первый, Декстер Джексон второй. Как, в принципе, и на картинках мы видим здесь. Ну что, погнали дальше. Друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями от поездки на Олимпию. Сегодня я вам покажу выставку экспо, где представлено огромнейшее количество спортивного питания, одежды. Много, 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 очень много брендов. Скажу честно, что некоторые бренды я даже сам не видел. Вот мы вылетаем из Орландо, наш аэропорт. И Лас-Вегас встретил нас вот таким милым баннером. Девчонки оценят. Наверняка это какой-нибудь владелец казино. Своей собачке, которая прожила с ним 8 лет, в память сделал. Это на ваших экранах был Е-ПАС, который служит пропуском на Олимпию Экспо. Вы знаете, я сотрудничаю со многими производителями спортпита. И поэтому на эту выставку я прилетел совершенно бесплатно. Жили мы в шикарнейшей гостинице. 350 долларов в сутки питались соответствующе. И везде на все мероприятия проходили бесплатно. Очень приятный бонус. Не хвастаюсь, просто делюсь с вами своей радостью. Видите, да? Флекс, Мускулар Деволтман, Маслэн Фитнес встречают нас своими такими вот стендами. Это те журналы, откуда мы все с вами еще в середине 90-х, в начале 2000-х получали, черпали информацию. Естественно, найти что-то более серьезное было сложно только в учебниках по физиологии, анатомии, биомеханике, кинезиологии. Хочу сказать, что Флекс одно время был одним из лучших журналов, который пишет на темы железного спорта. Но сейчас пальму первенства держит, безусловно, Мускулар Деволтман. А это вот я подошел на стенд. Меня просил один из моих подписчиков и друзей из Чехии подойти вот к этому молодому человеку, передать ему привет. Правда, он не понял, от кого я передаю привет, Денис. Извини. Вы наверняка знаете этого парня. Он и выступающий спортсмен. Сейчас, правда, пока не выступает, полностью ударился в бизнес, выпускает линейку одежды. Причем является сам дизайнером. Сами они шьют это все. Причем не в Китае. Действительно очень интересная одежда. Вон, вы увидели там Том Плацца на заднем плане. Он является сейчас брендом этой компании. И еще один спортсмен. Сейчас что-то из головы вылетело. Выставка Экспо в этом году была очень и очень шикарной. Много людей, много брендов. Двухуровневая она. Вот мы сейчас с вами спускаемся еще уровнем ниже. И вы видите, насколько действительно огромная была площадка. Причем помещались там не только бренды одежды, спортивного питания, все, что этому сопутствует. Но и проводились соревнования по пауэрлифтингу, по кроссфиту, даже суперварио ниндзя. И, естественно, бикини, мэнс физик. Все происходило здесь. Олимпия будет проходить в другом здании. А вот вы сейчас видите мороженое протеиновое. Действительно прекрасная штука. Но на самом деле это обычный протеин замороженный. Не сладкий, что мне, кстати, очень понравилось. Потому что я заметил, что американцы все подсажены на сахар. Не забывайте, что сахар это наркотик, который вызывает зависимость. И вот это мороженое действительно очень порадовало тем, что высокое содержание протеина, не такое большое количество калорий и практически полное отсутствие сахара. Современные протеины я пить практически не могу. Нахожу специальные бренды, которые выпускают не очень сладкие продукты. А вот вы видите прекрасных девчонок. Посередине вот вы видели маленькая девочка, Лил Монста. Она тренируется у нас в зале, в сети Power Strange. И заняла на этой Олимпии второе место. Позже мы встретимся с ней еще в коридорах, когда будем бродить между питанием. Обязательно пообщаемся. Девчонка очень мощная. Вы можете как угодно относиться к девчонкам, кто занимается, выступает именно в данном направлении. Но вызывают они только уважение, огромнейшее уважение, потому что пашут они так, как не все мужики пашут на тренировке. Мы не будем говорить о фармакологии. Все вы знаете прекрасно. Это совершенно другая тема, другая история. В следующем видео я расскажу вам снова, что я думаю о фарме. Не пропустите. А вот это идем мы и думаем, кому же это такая большая очередь. Больше только к Ричу Пиано, которого мы, кстати, тоже потом встретим. На удивление он нас узнал. Но неудивительно, наверное, все-таки пять раз уже был в нашем зале, когда он приезжает в Орландо. Он ходит только в Power Strange. Вы это все видели. Он любит этот зал, потому что сейчас это наряду, наверное, только с Power House. Единственная сеть залов, которая реально представляет олдскульное направление бодибилдинга. Не какой-то говеный фитнес, где люди реально пашут, где есть реально нужное необходимое оборудование для стронгмена, пауэрлифтинга, бодибилдинга. Будете в Америке? Рекомендую. Ну вот вы увидели, да, девчонку, кому это большая, огромнейшая очередь. Большинство из вас знают о ней этом. Кстати, недавно вышла замуж. Поздравим ее с этим. Относительно недавно. Это Метаболик. Кстати, мы здесь встретили очень много людей, которые работают в нашей сети, тренируются, инструктора, выступают. Вот Метаболики тоже наш инструктор, администратор работает и на эту Олимпию также прилетел бесплатно. Вот мы вышли к стенду Пиано. Нравится он мне всегда тем, что он большой, огромный. Не Пиано, а сам стенд привлекает внимание. Пиано, конечно, тоже огромный, позитивный человек. Вот еще одна девушка, выступающая спортсменка, представляющая компанию 5% Привет. Все нас узнают, все радуются, тоже тренируются в нашей сети. Были приятно удивлены, что и ребята, незнакомые из других городов, из других штатов, тоже узнают нас, приветствуют. Я имею в виду из компании Рича. И, естественно, протолкнули нас поздороваться с Ричем без очереди. Рич действительно узнал нас, тоже сказал, что в скором времени посетит снова наш зал. Я всегда говорю Ричу, что наши русские ребята уважают его, уважают за открытость. Лично я уважаю его за то, что он не строит из себя что-то. На мой взгляд, он является, в принципе, тем, кем вы его видите в своих роликах. Открытый человек, заходя в зал, он здоровается абсолютно со всеми. Абсолютно со всеми. И каждому, кто желает, уделяет внимание. Подписывает постеры. Человек – работа. Все, что вы видите, он действительно этим живет. Вот приятный парнишка из соседнего города. В Тампе живет. Тренируется в Powerhouse. Тоже ему нравится наш зал. Говорит, что когда бывает в Орландо, всегда старается попасть к нам. Ну, мы и так это все видим и в Инстаграме, и в его видеороликах. Пиано, конечно, красавчик. Говорить не о чем. Он двигает наш спорт, рассказывает об этом. Хорошо это или плохо судить не нам. Но равняться на этого человека можно. Не в том, использовать ли те или иные препараты, а именно в его отношении к жизни, в его отношении к своим фанатам, к делу, которым он занимается. Вы видите, что он на стенде всегда с утра до вечера. Приходит первым, уходит последним. Стоит, не сидит, как многие. И, конечно же, как маяк в спортивном бодибилдинге. Хотя он сейчас сам не выступает. Я думаю, он занимает определенное место. Именно поэтому он является сейчас блогером номер один во всем мире. Именно в железном спорте. Ну что, попрощались мы с Ричем, пошли дальше. Невероятно огромное количество симплов, пробников, протеинов, батончиков. Здесь в Америке рождается и умирает чуть ли не каждую минуту новый бренд. Новое направление. Такая интересная реклама. На каждой выставке, кстати, применяется, когда собирается под зажигательную музыку. Огромное количество людей. Работают диджеи, много фитнес-девчонок. И раскидывают в толпу бейсболки, рюкзаки, различное питание, батончики. Кто-то скажет, что там выглядит это как по-дикому. Но, друзья, поверьте мне, то, что происходит здесь в Штатах и то, что происходит в других странах, выглядит совершенно по-разному. И не судите о американцах, о Америке, о том, что вы видите по телевидению, в СМИ. И все это пропаганда. Я был во многих странах. Поверьте мне, люди, простые люди, везде одинаковые. Правительство везде говно. Где-то больше, где-то меньше. Но не будем по-грустным. Как говорится, не стоит спорить по политике и религии. А вот Джанет, вы уже видели ее не раз в наших роликах. Она недавно вернулась с соревнований уровня Олимпии, другой федерации. И всегда приятно ее видеть на выставках, на соревнованиях, особенно в нашем зале. Она очень грамотный специалист, поэтому у нее больше всего учеников в сети PowerStrange. И, что было приятно, даже встретил одного своего подписчика. И он меня узнал. Ну, это для меня было, конечно, удивительно. Потому что, вы знаете, не так много подписчиков у меня на канале. Мой канал все-таки не развлекательный. Подобных роликов вы встречаете на нем крайне редко. Ну, и я не вижу смысла просто на самом деле в них. Но люди просили меня заснять легкий фотоотчет, видео о том, как мы съездили. Вот мы решили поесть. И чем я был действительно удивлен, так это тем, что есть и натуральное питание, которое как раз-таки соответствует нам с вами, нашему образу жизни. Вот вам яйца очищенные, вареные, йогурты без красителей, без подсластителей. Но, смотрите, за фастфудом стоит все равно больше количества людей. За картошкой фри, за гамбургерами. Конечно, гамбургер гамбургеру рознь. Если вы любите гамбургеры и будете в Америке, рекомендую вам посетить сеть Five Guys. Пять парней – это лучшая сеть, которая действительно делает хорошее, качественное мясо. И это не Макдональдс. Совершенно другой уровень. Но часто тоже не увлекайтесь, потому что они тоже, конечно же, делают и картошку фри, и все остальное. Мы же поедим немножечко другую пищу, к которой мы все с вами привыкли. Это будет рис, будут вареные грудки, брокколи. И сейчас мы попытаемся ее найти. Вот эта камера, я понимаю, не то, что у нас. И, кстати, эти ребята стоят в очередь, если так можно сказать, из самих себя, именно за полезным питанием. Посмотрите, да, никого за этой едой. Только мы. И посмотрите, сколько стоит фастфуд. Но после того, как мы отойдем, человек 6-7 набежит. Не знаю, с чем это связано. Может быть, пока случайные люди просто зашли поесть. Но все-таки культура питания – это и есть культура питания. Я уже настолько привык к подобной еде, что не воспринимаю никакую другую. Иногда, конечно, особенно если бываю где-то в компаниях, я не выделяюсь, ем все, что едят другие. Но избегаю фастфуда. Я избегаю картошки фри, избегаю трансжиров. Со всем можно справиться, но вот с трансжирами, как вы знаете, бороться очень и очень сложно. Много людей с животными, особенно, конечно, с собаками-поводырями. А вот с этой милой собачкой люди все хотели сфотографироваться. Наверняка она выступала здесь в качестве модели. Прилагалась вот к этой симпатичной девчонке, с которой все хотели сфоткаться. Что и делали. Кстати, она никому не отказывала. Если вам говорят, что в Америке все платно, это действительно так. Но на самом деле социализм, коммунизм реально в этой стране. Все, что здесь делается для стариков, для детей, в школах, бесплатно. Все секции в школах, которые они посещают, бесплатны. А вот посмотрите, что вытворяют воркаутеры, если это правильно я говорю. Действительно, ребята поражают акробатикой своей. То, что они вытворяют на турниках, фантастическое. Особенно, когда видишь это вживую. Почему-то, когда смотришь это по телевидению, это не так как-то вставляет. Ну, вот известная наверняка вам фирма, которая за подтягивания на турнике давала всем призы. А первым, тем, кто займет первое, второе, третье место, там были приготовлены отдельные большие призы. Вот там рестлинг, тут же, к сожалению, нашего друга Артема не было многократного чемпиона штатов, который при своем худом телосложении валит огромных мужиков. Тоже вы все это видели. Вот интересная гантелька для тяги в наклоне, типа проверяет захват. Но мне захотелось в стиле стронгмена ее поднять. Поднять получилось, но зафиксировать не смог. Без разминки с травированным плечом все-таки это сложно. Но ничего страшного. Не смог, бросил, пошел дальше. В следующий раз смогу. Огромное количество оборудования появляется на просторах сейчас интернета, на выставках. Большинство из них бесполезное, но большинство уникальное. Которое, конечно же, помогает в тренировках, особенно в стронгмене, в кросспите. И нужно этим пользоваться. Стенд, где выступали лифтеры, тоже произвел впечатление. Как девушки, так и парни. Были наши ребята, группа из России. Мы увидели Полея. Серьезный, крепкий мужик. Такой же брутальный, как и в своих видеороликах. Наверняка вы все его знаете. Ну или, по крайней мере, видели его видеоролики. Американские пауэрлифтеры. Кто-то выглядит как билдер, кто-то как сумоист. Кто как ест, тот так и выглядит. Конечно, мощные и сильные ребята. Это все разминочный был только павильон. Помост, выступающий соревновательный помост, он немножечко дальше. Скажу немножко о самом городе. Он не произвел на меня такого впечатления, которое производят на нас видеофильмы, в которых мы видим, как люди развлекаются, отдыхают на мальчишниках, на девичниках в этом городе. Но город действительно уникальный. И вот встретили еще мужа одной фитоняшки, которые выступали здесь на Олимпии. Не знаю пока, какое место они заняли. Вернуться в город. Сделаем видео с ней на ее тренировках. Это вот пока вы видите ее команду. Город. Город действительно город-курорт. Город-праздник. Но мне непонятно все то, весь тот ажиотаж, который вызывают казино. Казино действительно, вот это описать невозможно. Это как один огромный город. Вы можете ходить из казино в казино. А вот и девчонка, которая заняла второе место на Олимпии. Нужно будет тоже сделать с ней видео, как она тренируется для вас. Кому-то, возможно, это будет интересно. А пока вы можете на ее YouTube-канале сами найти и посмотреть. Она очень подробно выкладывает все свои тренировки. Рассказывает о питании. И она действительно уважаемый здесь в Штатах спортсмен. Можно равняться, брать с нее пример. Муж ее, естественно, везде всегда с ней. Так вот, из казино в казино можно переходить, не выходя на улицу. Точно так же, как и в гостинице. Но, если я раньше думал, что казино здесь в основном вживую, игроки играют между собой, рулетка, карты, то таких столов крайне мало. В основном, все заставлено автоматами. И вот этого мне действительно не понять. Если бы я хотел играть, то, наверное, хотелось бы какого-то живого общения с дилером, с другими игроками. Ну, а сидеть и смотреть в экран мертвого бездушного аппарата, нет в этом никакого интереса, никакой интриги. Ну, может быть, я чего-то просто не понимаю. Кстати, я даже не попробовал играть, а владелец бренда Vitaflex, который, кстати, и организовал нам эту поездку, выиграл даже 50 тысяч долларов. Его друг-полицейский, который с нами ездил, тоже выиграл там, ну, что-то около 7 тысяч, по-моему, точно не помню. Вот встретили еще одного проатлета, выступающего атлета, тренирующегося в Power Strange. Удивительно, сколько много знакомых людей. Договариваемся тоже, чтобы сделать видео-тренировку с ним. Сфотографировались. И сейчас вы увидите, насколько грамотно нужно выбирать ракурс, потому что так получилось, что на фотке моя рука выглядит даже больше, чем у него. Хотя на деле он в три раза больше меня. Вот я показываю. Вот что значит, да, удачно встать. Хороший фотограф. Не зря говорят, что бодибилдинг – это спорт иллюзий. Реально крутая тачка для реально брутального мужика, стронгмена, лифтера, ну, или, как минимум, Ронни Коллимана. Вы знаете все, что Арнольд коллекционирует хаммеры. Не знаю, как сейчас, но раньше у него было больше 50 хаммеров в коллекции, причем разных модификаций. А вот это то, что люблю я. Это протеиновые блинчики. Или оладушки, даже можно сказать точнее. Готовятся очень просто, очень быстро. Не калорийные, при этом белковые. И имеют очень приятный вкус. Вы можете ими не только завтракать, но и перекусывать или есть, как полноценную еду в течение дня. Помимо блинчиков, они выпускают еще и протеиновый хлеб. Реально высокобелковый продукт. При этом у них большая линейка арахисовой пасты. С минимальным содержанием сахара и с высоким содержанием белка. Это для тех, кто не может без различных вкусняшек, но понимает, что вкусняшки должны быть полезными. Ну, или хотя бы не вредными. Не откладываться вам под кожу, чтобы вы потом их оттуда усилием воли пытались вытащить. Очень много сейчас прикольных маек, одежды, брендов, связанных с комиксами, с покемонами. Выглядит это действительно прикольно, особенно на девчонках. И одежда, конечно, очень качественная. Многие поставщики шьют ее в Китае, как вы знаете. И Китай Китаю рознь. На самом деле в Китае очень много качественных фабрик. И вся Америка, как и весь мир, одевается в китайские вещи. Но, повторюсь, Китай Китаю рознь. Такие вот замечательные пояса для девчонок. Если кто-то использует их, а вы знаете мое отношение к поясу. Если одевать, то только матерчатые пояса для того, чтобы сохранялось тепло в пояснице. А вот кресло, которое действительно из всех, которых я когда-либо пробовал, шикарно массирует, расслабляет. От пяток до макушки. Вот такое кресло, чуть было мы его не купили. Стоит оно 5000 долларов. Но Америка теме прекрасна, что можно ее купить в рассрочку, не в кредит. Всего по 100 долларов в месяц. И это, повторюсь, будет рассрочка. Многие там хают, что вот Америка вся живет в кредит. Но, друзья, ихние кредиты это на самом деле рассрочки. И любой работающий человек, американец, может себе позволить хорошую машину, хороший дом. Причем в различном возрасте. Многие американцы, кстати, если кому интересно, покупают дом себе уже только когда женятся, выходят замуж, рожают детей. До этого они прекрасно живут в съемных квартирах. Хотя зачастую снимать квартиру дороже, чем взять ту же ипотеку. Почему так происходит? Американцы очень много переезжают. У них нет такого понятия, как прописка. Они все переезжают туда, где находят более лучшую, более высокооплачиваемую, комфортную для себя работу. А вот вы видите Сандова, который выиграет Фил Хит в этом году. Ну вот, сейчас вы видите это холл-казино. Но это именно только холл пока с различными брендами дорогой одежды, где практически никого никогда не бывает. Сейчас мы идем в один из шикарных ресторанов, ресторанов-буфетов так называемых. Представлена практически вся кухня. Это вот вы видите огромнейшая очередь в этот ресторан. Но приятно быть ВИПом, а мы с ВИП-персоной. И у нас есть карточка, которая нам позволяет на все мероприятия, в том числе в любой ресторан, любого уровня, проходить без очереди. На удивление огромная очередь, но очень много пустых столиков. Не знаю, как это работает, но никто не ругается, никто не торопится, никто никуда не спешит. Америка отличается этим. Все доброжелательные. Что мне и нравится. Конечно, это не касается таких больших городов, как Нью-Йорк. Но те города, в которых предпочитаю жить я, маленьких, одноэтажных, где нет больших домов, люди все очень доброжелательные. Вот, что здесь можно и не можно есть. Начиная от различных вариантов яичниц, омлета, мяса на любой вкус. Всего я вам даже не перечислю. Это только та маленькая часть, которую сняла моя жена. И я вам ее показываю. Самому мне было, честно говоря, в лом ходить, потому что очень хотелось есть. Есть желе, йогурты, фрукты. Причем вы можете зайти в этот ресторан и не выходить до самого закрытия. Сколько стоит на человека? За двоих с женой мы бы заплатили 60 долларов. Но нам все оплатили наши друзья, поэтому мы сильно из-за этого не переживали. Но поели очень хорошо. И что самое главное, кухня, напомню, не фастфудная. Все готовится по-домашнему. Все очень вкусно, приятно. И хотелось, честно говоря, вернуться туда еще раз. Найдете вы здесь на любой вкус продукты, любую кухню мира практически. Все мы остались довольны. А вы знаете, что все мы любим поесть? Видите, от мидии, японской кухни до европейской, мексиканской, индийской. Кстати, люблю пакистанскую кухню. Чай, кофе, соки, все это к вам подходят официанты, наливают, доливают. Причем сколько вы хотите, столько раз вам все это и подадут, и подольют. Это уже, вы видите, начало второго нашего дня. Мы снова пойдем на выставку. Смотреть, общаться с людьми, которых еще не встретили. На самом деле, приехали больше по делу, нежели отдыхать. Но, повторюсь, через месяц, а это будет уже 15 октября, мы снова с женой полетим уже вдвоем в Лас-Вегас. Слетаем на вертолетах в Большой каньон, опустимся в него вовнутрь. Там на рафтингах спустимся по реке. Такая вот у нас программа. Сходим на различные шоу и вернемся обратно. Снова будем жить в гостинице, снова не будем за нее платить. Очень приятный бонус, да? Друзья, верьте в себя, занимайтесь любимым делом. И у вас всегда все будет хорошо, все будет на позитиве. Никогда не слушайте людей и, по возможности, не общайтесь с негативными людьми. Настраивайте себя только на позитив. Будьте счастливы. Не пускайте в себя никакой негатив. Любую, даже страшную ситуацию старайтесь воспринимать через призму позитива. Потому что то, что находится внутри вас, то и выплескивается в мир. И на самом деле мир – это всего лишь отражение наших мыслей, нашего духовного состояния. Не стоит жаловаться на весь мир, если, как говорится, вы сами говно. Люди делятся на мух и пчел. И вы сами определитесь, что вы видите вокруг – говно или мед? Цветы или помойку? Я до себя определился. И вся моя жизнь строится именно по такому принципу. Вот эти самые бездушные автоматы и, на мой взгляд, бездушные люди, которые сидят там и играют. Не понимаю в этом ничего. Я еще могу понять, сесть, поиграть в Xbox, PlayStation – то, что я люблю делать. Но сидеть за бездушным автоматом в огромном казино – мне этого не понять. Если кто-то что-то может сказать по этому поводу – пишите в комментариях. Все вопросы также задавайте в комментариях. Не забывайте, я на все вопросы отвечаю. Ни одного не оставляю без внимания. Вы все это прекрасно знаете. Но оскорбительные комментарии и комментарии подобного рода, естественно, будут даже не выкладываться. Система так настроена, она их не пропускает. Поэтому ваше же говно останется только с вами. А всем тем, кто посмотрел этот ролик, кто смотрит мой канал, я желаю только добра, позитива. Самое главное – не спешите. Не в каком деле, потому что тот, кто понял мир, тот не торопится. Будьте счастливы, живите в позитиве. Увидимся в следующих роликах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!